Рад приветствовать вас, дорогие зрители, приветствую вас, друзья. Вечер, 3 мая 2023 год, Анапа, набережная, высокий берег, в районе Малой Бухты. Наконец-таки у нас в Анапе потепляло. Сейчас температура воздуха вечером около плюс 14-15 градусов. Днем доходило до плюс 17 в тени, где-то до плюс 20 в реальных солнечных прогулочных пляжных условиях. Люди гуляют по набережной, пока еще в легких курточках, но я думаю, через пару дней уже одежда будет полегче. Цветут великолепные деревья, церцис, сирень здесь рядом. И снова на пляже сегодня были замечены загорающие люди, пока что совсем-таки немного, единичные случаи. Но, опять же, следующие несколько дней, думаю, будут пляжными, загорательными. А теперь об атаках беспилотников. Я думаю, вы все уже знаете о дерзкой атаке беспилотника на Кремль. А вот у нас в Краснодарском крае, неподалеку от Анапы, произошла атака беспилотников на нефтебазу. Ночью, со 2 на 3 мая, беспилотники атаковали нефтебазу в районе поселка Волна, Тимрюкского района Краснодарского края. После атаки беспилотников на нефтебазе загорелся резервуар с нефтепродуктами. Пожару был присвоен высший ранг сложности. На место были стянуты пожарные расчеты МЧС и экстренные службы. Что-то там порядка 200 человек принимали участие в тушении пожара. Поселок Волна находится на Черноморском берегу Таманского полуострова, недалеко от порта Тамань. Там же расположен Таманский перегрузочный комплекс нефти, нефтепродуктов и жижных углеводородных газов. И, кстати, по расстояниям. Расстояние от Анапы до поселка Волна по прямой примерно всего около 54 километров. Вот, например, от станицы Благовеченской курортной до поселка Волна по прямой примерно всего 34 километра. Это у нас спуск на пляж «Высокий берег» в Малой бухте. Спускаемся. Кстати, в Анапе подняли цены на проезд в общественном транспорте. Теперь однозначные и двузначные маршруты по городу берут вместо 26 рублей 30 рублей. А трехзначные маршруты берут 35 рублей. И у однозначных и двузначных маршрутов еще есть повышенный тариф с 20.00. Сами понимаете, то, что загорать и купаться пока что могут себе позволить лишь закаленные люди. Но вот, когда плюс 20, 24 градуса, в пик солнечной активности в ближайшие несколько дней вполне уже и обычные люди без закалки могут позволить себе загар. Еще один вопрос, который я достаточно часто встречаю в комментариях, пишут, спрашивают, как сейчас зарабатывают блогеры. То есть, какова финансовая мотивация для блогеров снимать видео ввиду того, что монетизация Ютубом была отключена для России еще год назад. Так вот, когда примерно год назад Ютуб отключил монетизацию в российском сегменте, доходы блогеров показа рекламы упали примерно в 8 раз. Смотрите, какой сегодня классный открытый закат. Да, блогеры продолжали получать значительно сократившийся доход от показа рекламы, но с каждым месяцем заработанные таким образом деньги становились все сложнее и сложнее выводить из банковской системы из-за санкций. А вот на соседнем пляже в районе серф-станции, яхт-клуба, смотрите, какая идет активная подготовка рядов для лежаков. Люди уже в предвкушении солнечных, жарких, очень теплых дней, когда они смогут прийти и наконец-таки позагорать. Ну так вот, доход от антенциации с показа рекламы на канале никогда не был единственным источником дохода для многих блогеров. Одним из самых доходных пунктов для некоторых блогеров были истаются целевые донаты. Что такое целевые донаты? Вот, например, есть донаты обыкновенные, когда блогер просит поддержать его канал финансово, чтобы он смог делать больше репортажей, покупать какую-то необходимую технику и оборудование для съемки репортажей, ну и чтобы даже хоть купить себе еды за свою деятельность. Какой классный закат. Однако на таких обыкновенных пожертвованиях блогер не может заработать много денег, так как люди в таком случае донатят весьма ограниченные суммы. Поэтому, чтобы увеличить свой доход, некоторые блогеры устраивают целевые сборы, пожертвования и донатов. Например, блогер может собирать деньги на покупку и высадку деревьев, на корм для кошек, их последующее кормление, на реставрацию исторического здания, на скворечники до скворцов и так далее. Вы скажете, но как же так? Ведь пожертвования и донаты, которые собраны на какую-то конкретную цель, должны быть потрачены именно на эту цель, на которую они, собственно, собирались. Да ладно. Ведь блогер может нести сопутствующие расходы на реализацию конкретной цели, которая была заявлена изначально при сборе донатов и пожертвований. Покупка себе еды, транспортные расходы, другие сопутствующие расходы вполне могут быть оплачены из части собранных донатов. К тому же над блогером не стоит аудитор, поэтому блогер может весьма вольным образом распоряжаться теми донатами и пожертвованиями, которые поступили к нему на счет банковской карты. Понятное дело, что блогер не может потратить все собранные таким образом целевые донаты и пожертвования исключительно на свои личные нужды. Потому что после этого никто больше ему ничего жертвовать не будет. Поэтому блогер тратит значительную часть собранных донатов на реализацию той цели, которая была изначально заявлена при сборе пожертвований. А вот какой процент он оставляет себе на так называемые накладные расходы, это тайна, покрытая мраком. Это вполне может быть и 20%, и 30%. Если, к примеру, блогер в месяц собирает пожертвования и донатов примерно на 100 тысяч рублей, то это уже 20 или 30 тысяч рублей, так сказать, заработка. А если, к примеру, блогер собирает донатов в месяц на миллион рублей, я думаю, несложно будет посчитать, сколько этот блогер может оставить себе, высчитав те же самые 20 или 30%. Конечно же, блогер, который так поступает с целевыми донатами, будет категорически отрицать, что он берет довольно значительную часть от целевых пожертвований и донатов себе на личные нужды. Однако же, если вы поинтересуетесь, как этот блогер зарабатывает себе на жизнь, на приобретение каких-то нужных ему вещей, техники, вплоть до личного автотранспорта и недвижимости, то вы заметите, что он значительно вовлечен в процесс реализации цели, на которую он собирает донаты и пожертвования. И сложно сказать, что он где-то может еще работать и зарабатывать. Конечно же, во многих случаях трудно как доказать, так и опровергнуть, что какой-то конкретный блогер берет себе значительный процент от собираемых целевых донатов и пожертвований. Единственный вариант, чтобы блогеру отвести от себя все подозрения в таком нецелевом использовании собираемых целевых донатов и пожертвований, это не указывать номер своего счета, либо номер своей банковской карты, либо номер своего телефона, к которому привязана банковская карта блогера для сбора таких пожертвований, а указать на стороннюю авторитетную организацию, которая занимается этим целевым сбором. Да, друзья, думаю, такая информация достойна размышлений по этому поводу. Что делать, если вы стали сомневаться в каком-либо блогере, собирающем донаты на те или иные целевые нужды, если при этом вы хотите продолжать делать пожертвования на эти нужды? Посмотрите вокруг. Наверняка в вашем городе есть достойная организация, которая занимается подобными целевыми сборами пожертвований. Не лучше ли будет направить свои пожертвования, например, в эту организацию, где ведется общественный контроль и учет, и где не допускается ни целевое использование собранных донатов и пожертвований в чьих-либо личных интересах? Вот, друзья, такие у нас в Анапе новости. Новости с беспилотниками, безусловно, тревожные. Но у нас в районе Анапы нет каких-то крупных нефтебаз, и будем надеяться, что до Анапы беспилотники не долетят. Погода в ближайшие дни будет радовать гостей курорта и местных жителей. И будем надеяться, что погода весь май будет достаточно хорошая. Друзья, ставьте лайк этому видео. Кто впервые на канале, смело подписывайтесь, делайте репосты, пишите ваше мнение в комментариях по поводу всех тем, которые мы затронули в сегодняшнем обзоре. Меня зовут Максим. Желаю всем добра, желаю всем мира. Все. Покедова. До новых встреч. Субтитры сделал DimaTorzok